Ну мы знаем, что случай это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. К сожалению, не все понимают эту алгоритмику, что случайности все, которые нас сопровождают, они как раз обусловлены взаимодействием человека и высшего разума или единого для всех живущих на Земле, Творца и Вседержителя. К сожалению, ситуация, наверное, в последние три тысячи лет на земном шаре выстроена так, что есть определенные силы, которым невыгодно иметь людей, находящихся в прямом контакте и живущих в русле Божьего промысла. Потому что на них сложно сделать деньги, они не подвержены разного рода порокам, на которых как раз прежде всего и делаются деньги. Поэтому изобретена тогда для этих целей такая классическая схема закрытия истины. Для тех, кто знаком такой серьезной концептуальной информации, эта схема широко известна и примитивна, но тем не менее суть ее сводится к тому, что для того, чтобы закрыть истину и закрыть путь Божьего промысла для человека, сделать его заложником инстинктов и превратить в планктон, на котором можно зарабатывать, Вот для всего этого предложена такая методологическая схема. Есть истина и есть ложь. Но для того, чтобы человек не вышел на истину, вот та самая ложь, которая противостоит этой истине, она разбивается на две ложи. Ложь номер один и ложь номер два. И чаще всего стараются человека поместить вот в эту зону. И он, так сказать, годами, а иногда и десятилетиями переходит из одной, значит, клеточки в другую. Что лучше, социализм или капитализм? Как нужно пить? Значит, только красное вино или только коньяк? И вот норма должна быть такой или этакий? И так, любой вопрос, который бы мы не взяли, как правило, он всегда, ответ на него альтернативен для всех думающих людей, но и тот, и другой ответ порочный, и они противоречат истине. Это, на мой взгляд, делается целенаправленно для того, чтобы, еще раз говорю, превратить людей в планктон, на котором можно делать деньги и зарабатывать на них. Конечно же, вот если человеку даровано развлечение, если он видит истину, и если его нравственность такова, что он ищет добро, то его будут сопровождать добрые, хорошие случайности. И его цели и планы оказываются вот в попутном ветре вседержительности. И наоборот, если человек идет ложным путем по непониманию или в связи с тем, что нравственность его такова, что ему неприемлем путь Божьего промысла, то он сам даже не будет понимать, почему, но у него постоянно будут возникать какие-то проблемы. И у него постоянно будет что-то не складываться. Он будет это относить, значит, к своим собственным ошибкам, к противодействию, значит, окружающих его людей, искать еще какие-то причины. А по факту он просто неверным путем идет. И Бог в этом случае его предупреждает об этом, предупреждает раз, и два, и три. И человек рано или поздно должен это понять, потому что в Коране, как вы помните, сказано, что Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них. Вот такая алгоритмика, на мой взгляд, она совершенно очевидна, хотя многие считают это мистикой, это только на словах, но они просто реально не проверяли, как работает этот механизм в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok